Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Новая школа в Южном городе и ремонт ботанического сада. Губернатор Николай Меркушкин в Москве обсудил с министром образования и науки участие региона в федеральной программе. Масштабные планы на год. 1073 дома отремонтируют в Самаре в 2017 по программе капремонта. Ножницами проложат дорогу к победе. Самарские парикмахеры сегодня поборются за участие в Дельфийских играх России. Защитники, отцы, руководители, общественные деятели. В Самаре впервые в этом году выбрали лучших мужчин. Айда Масленица. Как в Самаре пройдут народные гуляния? Самарский губернатор в Москве встретился с министром образования и науки. Ольга Васильева и Николай Меркушкин обсудили участие региона в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. В прошлом году в Самаре уже были построены учебные заведения в микрорайонах «Крутые ключи» и «Волгарь». А сейчас завершается возведение школы на полторы тысячи места в Южном городе. Губернатор и министр говорили и о финансировании обновленной фузовской инфраструктуры. В частности, речь шла о реконструкции ботанического сада при Самарском университете имени Королева. Кроме того, Николай Меркушкин встретился с Владимиром Евтушенковым, председателем совета директоров компании АФК «Система». Эта компания вполне может стать резидентом формирующегося в Самаре Гагарин-центра. На встрече был затронут вопрос о возможном участии корпораций в инвестиционных проектах Самарской области, в частности в агропромышленном комплексе. Многочисленные суды и собрание обманутых дольщиков. Более 10 лет ожидания. В вопросе одного из самых скандальных долгостроев в Самаре наметился прорыв. На встрече с главой города дольщики компании «Горос» обсудили, когда же может возобновиться строительство дома на пересечении Советской и Черемшанской. Первый шаг сделан, найден инвестор, который займется экспертизой объекта. Чего ждать дольщикам узнала Марина Кравцова. Одна из самых скандальных строек в Самаре – многострадальный дом на пересечении улиц Черемшанской и Советской. История берет начало еще в 2004 году, когда компания «Горос» начала продавать дольщикам, по сути, воздух. Замерло строительство в 2012 году. Одну секцию успели возвести под крышу, еще две на уровне 5-7 этажей. В общей сложности объект был готов только на четверть. При этом продать успели почти четыре сотни квартир. Сегодня «Горос» признан банкротом, его директор осужден за мошенничество. Обманутые дольщики все еще ждут своего жилья. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Чтобы достроить дом, сначала необходимо провести экспертизу. Она покажет, возможно ли достроить его в принципе и сколько это будет стоить. Экспертизой займется крупная компания «Застройщик». Она же предоставит 15 готовых квартир обманутым дольщикам, а взамен получит в аренду участок на улице Калужской. Возникнет обязательство с момента передачи его земельного участка о проведении обследований и предоставлении компенсационных помещений дольщикам, которые без объекта в списке висят. На встрече с инициативной группой дольщиков было решено параллельно искать инвестора, который согласится достроить дом. Сейчас есть решение, связанное с тем, что мы поймем, сколько нужно затрат для того, чтобы дом ваш застроить. Это уже серьезный прорыв вперед, это серьезный шаг. 1 июня, когда у нас будет полная сумма затрат на достройку дома, начнется процесс по поиску инвестора. И власть, конечно, будет искать возможность этому инвестору смягчить нагрузку финансовую. Область взяла курс на то, чтобы помочь всем дольщикам обманутым. Конечно, никто не окажется брошенным абсолютно. Процесс затянулся из-за многочисленных судебных разбирательств. К тому же стало известно о новых дольщиках. Если в 2013 году в списке было 200 квартир, то в 2015 уже почти 400. Некоторые договоры вызвали сомнения. С просьбой проверить сомнительные бумаги конкурсный управляющий обратилась в полицию. Возникает вопрос, а где же вы были? То есть, если у вас договор с 2012 года, с 2011 года, и вы пришли в 2015 году предъявлять требования, значит, возникает какое-то сомнение. Вот с просьбой провести проверку у меня было направлено заявление с указанием конкретных фамилий, лиц, которые приходили с опозданием, с большим опозданием. И, в общем-то, никогда не участвовали ни в собраниях. К апрелю будут готовы результаты экспертизы сомнительных договоров. А добросовестным дольщикам в перспективе, когда будет найден новый застройщик, могут предложить три варианта. Либо квартиры в других домах, либо возврат денег, либо дожидаться, пока достроят их дом на Черемшанской. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Масштабные планы на год. 1073 дома отремонтируют в Самаре в 2017-м по программе капремонта. Почти в половине из них заменят крыши. В каждом третьем случае жители просят заменить инженерные сети. Каких подрядчиков выбирают для региональной программы? И довольны ли жильцы обновленных домов? Репортаж и Валерий Макаровой. Теперь и сосулек стало меньше, говорят жители, глядя на новую крышу. Ее заменили по программе капремонта. Старая шиферная кровля на доме номер 5 по Георгия Ратнера преобразилась в металлическую. До ремонта крыши и чердак были в плачевном состоянии. Дому уже полвека. Вы знаете, вот такой большой ремонт первый раз у нас. Крыша у нас стекла на пятом этаже. Сейчас вот отремонтировали, но весна. Капель покажет качество. Что материалы, которые я видела, разгружались, были очень добротные. Программа капремонта добралась и до самых отдаленных уголков Самары. Это дом 60-х годов постройки в поселке Зубчининовка. Зимой, жалуются жители, стены продувает насквозь. За два месяца бригада из четырех рабочих привела здание в порядок. Мы, когда пришли на этот дом, он был весь, будем говорить, убитый. Мы приступили к работе, то есть утеплили его, потом заармировали стены, а потом задекоративили и покрасили. В фонде капремонта подвели статистику. Чаще всего жители просят поменять инженерные сети, отремонтировать крышу или фасад. За четыре года работы программы определился и список надежных подрядчиков. Есть компании, которые так и остались у нас работать. Есть компании, которые отсеялись, потому что не выдержали конкуренции, требований, которые требуют мои жители. И довольно-таки многим сложно стало работать и отсеялись автоматически. В прошлом году по программе капремонта сделали более тысячи домов. На 2017 год запланировано почти столько же. Девять домов уже готово, еще 60 в работе. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. 15 тысяч многодетных семей Самарской области с 1 марта будут получать новые социальные пособия. Увеличить размер выплат действительно нуждающимся удалось за счет перераспределения бюджетных денег. Сейчас из областной казны на соцподдержку тратится 14 миллиардов рублей. Помощь должна быть адресной и справедливой. Пособия будут платить тем, кому действительно нужна финансовая поддержка. Особое внимание уделят многодетным семьям. В гостях у одной такой семьи побывала Олеса Корецкая. Это Мишка. Это Зайка. А это ее братик. Семья Глазковых большая, веселая и гостеприимная. Верховодят в ней младшие Аня и Арина. Артем их двоюродный брат. Когда остался без мамы, его усыновила тетя. Мы любим драться. Я иногда посуду мою, подметаю и иногда за окошками убираю. А ты что делаешь? Я помогаю Артему мыть кошачий туалет. Аня мечтает стать архитектором. Арина занимается эстрадными танцами. Артем учится в кадетском классе. Большая семья и большие расходы, признается мама Екатерина. В свою квартиру переехали год назад. До этого жилье снимали, но всегда старались обходиться своими силами. Последние годы стало тяжело. Череда кризисов отразилась и на их семье. Увеличение пособия по многодетности оказалось кстати. Вот дети, они как бы маленькие. На них одежда горит только так. Особенно вот мальчишка. Им и поваляться, и полазить везде надо. Вот у меня Аришка, дочка, она занимается в кружке хореографии. Тоже туда немало костюма шить, на фестивали они ездят. Прибавку к соцвыплате Екатерина Глазкова будет получать с 1 марта. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Аналитики портала по поиску недвижимости подготовили обзор по суточной аренде квартир в пяти российских городах. Выбор пал на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Самару. Сколько за аренду квартиры на сутки придется отдать в Самаре, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте, нефть сегодня дорожает. За один баррель дают 55 долларов 80 центов. Валюта опять начала прибавлять в цене. Курс на 17 февраля. Доллар 57 рублей 15 копеек, евро 60 рублей 65 копеек. Золото стоит 2263 рубля, серебро 32 рубля 68 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 70 копеек, дороже всего продать за 57 рублей. Иностранцы по итогам прошлого года съели российских конфет, шоколада и мороженого на 1 миллиард долларов. Это больше 400 тонн сладостей. Для арендаторов жилья придумали налоговые льготы. Минстрой рассматривает возможность выплаты компенсаций для людей, которые снимают квартиры официально. А в Самаре больше 50% квартир, предлагаемых в краткосрочную аренду, можно снять по цене от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. Анализ рынка аренды квартир провел крупный портал по поиску недвижимости. На этом все. Удачи в делах. Плати с миром. Все больше работников бюджетной сферы подключаются к национальной платежной системе МИР. Это банковская карта, которая открывает доступ к целому комплексу услуг, безналичным платежам, переводам, а также дистанционному управлению счетом. В Самарской области к национальной платежной системе уже подключены многие учреждения образования. Теперь на МИР переходят и врачи. Сегодня новые карты получили сотрудники 13-й городской поликлиники. К национальной системе платежных карт МИР теперь в Самаре подключились и сотрудники системы здравоохранения. Карты врачам 13-й поликлиники оформляют прямо на рабочем месте. Одним из первых карту МИР получил главный врач. Поздравляю с получением карты МИР. Спасибо большое. Мы давно являемся партнерами Сбербанка, участниками зарплатного проекта. Это очень удобно. Большое количество банкоматов, большое количество предоставляемых услуг. Очень удобная функция Сбербанка онлайн. Сотрудники наши довольны. И мы рады присоединиться к национальной платежной системе МИР. Для участников зарплатного проекта Сбербанка предусмотрено множество льгот и привилегий. В их числе услуга «Банк на работе». Специалисты банка выезжают на предприятие, чтобы сотрудники могли получить банковские карты в удобное время, не выходя из офиса. Новые карты МИР позволяют выполнять все привычные денежные операции. Рассчитываться за товары, оплачивать услуги связи, ЖКХ, налоги, штрафы, переводить деньги на банковские карты. Держателям карты МИР Сбербанка открыты возможности интернет-банка Сбербанк онлайн, СМС-сервиса, мобильный банк, а также сервисы устройств самообслуживания Сбербанка. Также клиенты могут снять деньги в банкоматах и отделениях сторонних банков, принимающих к обслуживанию карты МИР. С помощью карты платежной системы МИР можно оплатить товары и услуги во всей терминальной сети торгово-сервисных точках, а также снять наличные во всех банкоматах Сбербанка на территории России и всех дочерних банках за рубежом. С помощью карты МИР можно накапливать бонусы программы лояльности «Спасибо» от Сбербанка, а потом расплачиваться в магазинах с партнерами, оплачивая до 99% от стоимости покупки. Также для участников зарплатного проекта предусмотрены льготные условия кредитования, а для рассмотрения заявки потребуется только паспорт. Кстати, с 15 февраля Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам. Сейчас минимальная ставка составляет 12,9% годовых. Точный размер процентных ставок будет устанавливаться для каждого клиента индивидуально. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. В Самарской области планируется создать сеть вертолетных центров с площадками для экскурсионного обслуживания. Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей. Для обслуживания предприятия будет создано около 70 рабочих мест. Первые площадки появятся в этом году в Самаре и Тольятти для работы во время Чемпионата мира по футболу, а потом в Сызрани и Похвестнево. Об этом говорили на Совете по улучшению инвестиционного климата Самарской области. Губернские власти ставят амбициозную задачу – войти в топ-10 самых привлекательных для бизнеса регионов. Для этого есть все возможности. Область находится на пересечении разных видов транспорта, имеет мощный промышленный сектор, участвует в программах особоэкономические зоны и территории опережающего развития. А после проведения Игры Мундиаля как наследие останутся новые дороги, современная городская инфраструктура и пятизвездочная гостиница. В июне на форуме Санкт-Петербурга будет озвучен рейтинг по итогам 2016 года. Мы достаточно большую работу проводили в части улучшения в прошлом году, но нам нужно эту работу усиливать. Наша задача не быть в четвертом десятке, не быть в третьем десятке. Наша задача быть в первой десятке регионов по инвестиционной привлекательности. Болезнь – не приговор. С ней можно и нужно бороться. В Самаре прошел первый форум для людей с онкологическими заболеваниями. Они объединяются с врачами и общественными организациями, чтобы битва за жизнь и здоровье шла еще эффективнее. Сегодня диагноз «онкология» в области у 15 тысяч человек. И те, кто уже прошел через рак и победил его, может помочь другим. Как выясняла Олетик Орецкая. Об этом страшно думать, но нужно говорить. На первом форуме пациентов с онкологическими заболеваниями собрались те, кто выиграл у рака свое здоровье, и те, кто еще борется. Не замыкаться и жить активно, советует Светлана Павлова. Бороться, бороться и бороться. И заниматься собой. И посещать больше активные деятельности общественные. Я считаю так нужным. И ходить в театры, и везде. Пациенты здесь знакомятся, общаются между собой, с врачами. Обсуждают то, что иногда страшно или неудобно спросить в кабинете. Такой диалог помогает укрепить доверие между врачом и пациентом. Мы находимся по одну сторону. Мы не на разных сторонах, к счастью. Потому что основная задача нас, как врачей, своевременно информировать население, своевременно выявить заболевание и начать лечение. Основная задача пациентов – еще раз довести до всего сообщества нашего именно ту информацию, что рак – это не приговор. Самые активные пациенты объединились в общественную организацию. На своих примерах они рассказывают людям, как смириться с мыслью о болезни, принять ее и победить. Помогают больным и их близким. Когда появляется в родне пациент, который есть в онкологии, родственники, они просто теряются. Потому что они не знают, как с ним говорить, что ему подсказать. И когда он приходит, мы всегда проговариваем. То есть это ситуация. Форум первый и точно не последний. Пациенты онкоцентра будут встречаться и дальше. Уже изучают опыт других регионов. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Кулачных боев не будет. Но и без них самарцы найдут, чем заняться и развлечь себя на Масленицу. В городе уже вовсю готовятся к проводам зимы. Гуляньи пройдут во всех районах. И главное торжество состоится на площади Куйбышева. Там скоро появятся праздничные атрибуты. А наша съемочная группа заглянула в цех, где готовит украшения для праздника. Олеся Корецкая продолжит. Ворота счастья почти готовы. Скоро деревянный каркас обработают и обтянут яркой тканью. Сейчас художники трудятся над верхней частью. Вот солнце, как символ весны. Вот делаем это солнце. Тут еще декоративный элемент на крыше будет. И вот на него крепится солнце. Ворота установят на площади Куйбышева уже в эти выходные. Как и главную героиню праздника. Здесь шьют наряд для масленой. Образа или чучела масленицы. Это лишь небольшая часть. Для наряда виновницы торжества подготовили больше тысячи квадратных метров ткани. Вот такой бордовой и бежевой. Маслена – дама модная. Наряд шьют в актуальных цветах этого сезона. 23-метровую куклу установят на елочный каркас. И она будет главным украшением на площади Куйбышева на протяжении всей праздничной недели. Там же на площади будут работать тематические площадки, деревянные аттракционы, горка, больше 20 точек питания с главным масленичным угощением блинами. Появится еще дополнительный арт-объект. Мы назвали его так «Самарский самовар», где будут работать комарухи и я, и ряженые. Более полноценно будет работать город мастеров с 23-го числа. В резиденцию Деда Мороза прибудут другие сказочные персонажи – Емеля, Баба Яга, Леши и другие. Они будут развлекать самарцев во время всей масленицы. Это был семейный праздник. На протяжении масленицы, на протяжении масленичной недели надо было максимально часто ходить к родным и близким в гости. Надо было быть готовым постоянно принимать гостей. В праздничной суете не забудут и о безопасности. На площади Куйбышева будут дежурить спасатели, медики и полиция. Масленицу будут провожать во всех районах Самары. Каждая площадка должна быть под присмотром, говорят сотрудники МЧС. В первую очередь, это, конечно, нужно иметь определенный персонал, который должен быть обучен, те, кто будет обеспечивать безопасность. Праздничная неделя завершится 26 февраля народными гуляниями на площади Куйбышева. Олеся Корецкая, Сергей Баскин, События. О мужчинах замолвили слово. В Самарской области назвали имена лучших представителей сильного пола. Конкурс «Мужчина года» проводится в области впервые. Его организовал Союз женщин. С лучшими мужчинами области познакомилась Марина Матвейшина. Твердый характер, острый ум, физическая сила. На настоящего мужчину можно положиться. И с ним всегда, как за каменной стеной. Пожалеет, накормит и защитит. Защитникам быть не трудно, защитникам быть приятно, я думаю. Потому что защищать приходится красивых людей, женщин, детей, свою страну и население. Не только за силу и упорство ценят мужчин женщины, но и за нежность, любовь и заботу. Лучшие представители сильной половины человечества делятся секретами семейного счастья и воспитания детей. Конечно же, личным примером. У меня есть старший сын, ему 8 лет. Я его стараюсь привлекать ко всем мероприятиям абсолютно, которые проводим мы, депутаты, которые советуют отцов. Он всегда на них присутствует, видит отношения. Занимается спортом, ходит в музыкальную школу. Ну и, конечно же, старается тянуться до уровня отца. Мужчина-защитник, мужчина-отец, мужчина-профессионал. В области впервые выбрали «Мужчин года» в шести номинациях. Придумали конкурс в «Союзе женщин» Самарской области, ведь именно прекрасный пол может по достоинству оценить мужчину. Самое главное, чтобы мы все работали вместе. Женщины, мужчины, общественные организации, политические партии, общественные советы. Сделали все, чтобы мы жили в благоустроенном городе, чтобы мы создавали что-то замечательное и новое, чтобы мы гордились нашей родной Самарой. В конкурсе участвовали мужчины со всех районов области, и только 50 из них стали номинантами. Конкуренция была высока, но строгая женская жюри поблажек не делала. Признание получили самые настоящие мужчины. Остальным есть на кого равняться. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События. Шпильки, плойки, утюжки. В Самаре прошел региональный этап 16-х дельфийских игр в номинации «Парикмахерское искусство». Юные мастера соревновались в создании вечерних причесок и делились секретами здоровых волос. В руки мастера попала и Марианна Мирная. «Не мажьте волосы яйцами, хлебом и кефиром!» – буквально кричит будущий парикмахер Кристина Дмитриева. Народные средства, может, и не навредят шевелюре, но и помогут навряд ли. Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, мастер рекомендует профессиональные средства. «Ну, первое – это, естественно, защищать волосы от солнца. Это самый главный враг наших волос – солнце. Он сушит. Поэтому обязательно нужно использовать маски, бальзамы, различные масла солнцезащитные. Так мы обеспечим хотя бы то, что они не будут сечься и блестеть будут». Дельфийские игры проводятся под патронатом Международного дельфийского комитета и под эгидой Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Парикмахерское искусство входит в комплекс соревнований среди молодых профессионалов. Критерии и оценки разные, но в целом жюри не важно, что используют мастера для создания причесок. Главное, чтобы было красиво. «Тренд – красота, самый главный. Поэтому не привязывайтесь к никаким трендам. Красота вечна, тренд временный». Хороший парикмахер должен уметь создать вечернюю прическу за полчаса, чтобы успеть выполнить задание. В ход идут плойки, утюжки, шпильки, заколки и многое другое. Говорят, что настоящий мастер может сотворить на волосах шедевр буквально за 5-10 минут. Что ж, давайте попробуем, что получится у меня. Ну что ж, друзья, совсем немного времени, талантливые руки мастера и парадно-выходная прическа готова. Осталось найти повод для праздника. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Новое золото принесла Самарской области спортсменка Дарья Вдовина на российских соревнованиях по стрельбе. Они сейчас проходят в Ижевске. А жемчужину по Волжье разыграли в 15-й раз танцоры со всей России. С претендентами на главный приз интервью записал Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. В эфире Самарские новости спорта. Уфимская пара Анна Меркурьева и Никита Курчев в Самару за жемчужиной по Волжье приезжают уже не первый раз. И пока им не удалось увезти трофей на родину. В этом году решили попытать счастье в латиноамериканской программе. Самбо, румбо и джайв. Соперники всегда достойные. И уровень мировой. Поэтому мы выбираем этот турнир, чтобы соревноваться именно с сильными соперниками. Жемчужину по Волжье в Самаре разыграли в 15-й раз. И пятый сезон на кону был Кубок губернатора. С каждым годом популярность и география турнира растет. На танцпол выходят более тысячи пар. Поэтому организаторы решили проводить соревнования не в два, а в три дня. Судейство непредвзятое. Рефери представляют большинство региональных федераций танцевального спорта. Изюминкой же жемчужины по Волжье является традиционное выступление ветеранов спорта. Супругов северских Татьяны и Юрия. Это педагоги, танцоры из Нижнего Новгорода. Они уже достаточно солидного возраста. Скоро они отметят свой 80-летний юбилей. Но тем не менее, они в строю. Они на танцполе. Они занимаются с детьми. Они участвуют в соревнованиях. Они участвуют вообще в определении стратегии танцевального спорта на территории Приволжского федерального округа и Российской Федерации. Лучшие танцевальные пары России проходили в Самаре еще и сито-отборы на чемпионат страны. В рамках турнира «Жемчужина по Волжье» прошли первенство и чемпионат ПФО. Это почти сутки на танцевальном поле. Сутки, когда идет соревновательный процесс. Здесь мозоли, здесь пот, здесь кровь. Здесь горечь, поражение, радость, победа. Я думаю, что это самый настоящий спорт. Такой же, как, наверное, фигурное катание, синхронное плавание. Сборная Самарской области, по прогнозам специалистов, должна была попасть в шестерку лучших «Жемчужины по Волжье». Ожидания оправдались. На счету самарцев 8 медалей. 2 бронзы, 3 серебряные награды и 3 чемпионских титула. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи! А наш выпуск на этом завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok